Я приветствую друзей, гостей и зрителей канала Серебромания. Наверное, вы уже все знаете, что я побывал с семьей в Египте. Мы отдохнули и пока мы отдыхали, тут такое началось, такое началось. Банкопад настоящий. То есть обвалился один из самых крупных, попадающих в двадцатку крупнейших банков Америки. Банк называется Silicon Valley Bank. Вот банк такой, СВБ, крупный банк, у которого было очень много на вкладах денег и который разорился. Я попытался понять, почему вот такие банки разоряются и решил для вас упрощенную схему собрать. Я сам не какой-то профессиональный экономист или какой-то разбирающийся в этом событии человек, но для себя я определился и я примерно понял, почему это происходит. Сейчас я попытаюсь относительно коротко вам объяснить, почему валятся банки американские и из-за чего это будет происходить дальше. Ну давайте начнем сначала. Фигура первая. Банк набрал у вкладчиков деньги и выплачивает примерно 1% годовых. Вот, например, крупнейший Ситибанк выплачивал 0,9% годовых, даже не 1%. Американ Экспресс Банк выплачивал 0,8% годовых, Виа Банк 0,9% годовых, Али Банк 0,8% годовых, Голд Сакс Банк выплачивал 0,8% годовых. Теперь у нас фигура вторая. Банк вкладывает деньги в вкладчиков и обычно это от 30 до 60% денег вкладывается в ценные бумаги казначейства США. Обычно это происходит такое вложение на долгий срок от 5 до 10 лет по 2% годовых. Вот с этой разницы и жили банки. То есть получая у населения от 0,5% до 1% и вкладывая по 2% годовых, получая каждый год по 1% от общей суммы. И это неплохие деньги с учетом, если у вас очень много денег лежит на счету и это считалось самым надежным вложением. Эти бумаги имели высокую ликвидность до недавнего времени, правда небольшую доходность. Фигура 3. Официальная инфляция в США в 2022 году примерно 6% годовых. Это не официальная инфляция, официальная скорее всего больше. Но возьмем за основу 6% годовых. Я последние несколько месяцев прошлого года посмотрел официальные цифры. В сентябре 2022 года инфляция 8,2% годовых. В октябре 2022 года инфляция 8% годовых. В ноябре 2022 года инфляция 7,1% годовых. И в декабре 2022 года инфляция 6,5% годовых. Но возьмем в среднем среднюю цифру, это 6% годовых инфляция. Фигура 4. Людям стало не хватать денег и они пошли снимать себе деньги на жизнь. То есть высокой инфляции многим стало не хватать и решили использовать накопление для покупки каких-то более крупных вещей, либо для покажения каких-либо долгов. Поэтому люди пошли в банки и начали снимать деньги быстрее, чем ставить. И соответственно отток вкладчиков и отток вкладов из банков США увеличился. 4,2% до 1% годовых, что выплачивали в банки, сейчас невыгодны. Сейчас получается, что любые вложения, которые под 1% годовых, генерируют физические убытки примерно 5% годовых. То есть стало невыгодно хранить деньги на счетах в банках и вкладчики стали снимать деньги и вкладывать в другие активы. И соответственно это тоже ускорило отток денег из банков США и перекладывание у людей в другие активы произошло. Фигура 5. У банков на остатках живыми деньгами по закону в США должно быть минимум 10% от общей суммы вкладов. В Европе кажется эта цифра 12% от общих сумм вкладов. Это сумма, это процент накоплений, который должно быть в банке всегда и постоянно. Для того, чтобы выдавать людям деньги по вкладам и для того, чтобы на счету оставалось эти 10% которые нужны по закону, банкам приходится продавать ценные бумаги казначейства США, но уже со значительной скидкой. Теперь переходим к самому интересному. На примере к обанкротившемуся американскому банку Silicon Valley Bank, СВБ. К концу 2021 года я нашел данные. СВБ банк инвестировал 128 миллиардов долларов в основном в ценные бумаги казначейства США. Возьмем теперь 10-летние бумаги. США обещают погасить сумму долга плюс 2% годовых. Инфляция 6% годовых, значит чистого убытка каждый год 4% годовых. За 10 лет убыток составит 40% годовых. И теперь, если продавать эти облигации сейчас, их надо продавать с 40% скидкой. И соответственно вот эти 40% начинают быстро уменьшать количество денег, которые находятся в банке физических. И это очень большие убытки. Если примерно прикинуть, у нас на 128 миллиардов потери 40% или 51 миллиард долларов США потерял этот американский Silicon Valley банк. Соответственно, он конечно не может теперь выплатить всем вкладчикам. После того, как все узнали, что у банка не хватает налички и не хватает денег, чтобы погасить долги, люди конечно побежали в банк и стали снимать. Более того, я так понял, что все мелкие банки сейчас ощущают в США наплыв в вкладчиках, которые побежали снимать деньги из мелких банков и перекладывать их как минимум в крупные банки. И это разумная позиция, потому что мелкий банк может разориться, его спасать никто не будет и соответственно никаких выплат вам не будет. Кстати, по американскому законодательству на один счет в одном банке человек может рассчитывать страховой взнос в 250 тысяч долларов. Что же делать тем, у кого полмиллиона или миллион или 2 миллиона долларов? Ну, как бы ничего не делать, эти деньги они профукают судя по всему. Соответственно, когда банк такой крупный падает, у него акции соответственно тоже падают, а в акции банка вкладывают крупные инвесторы. И сейчас ситуация на рынке очень-очень стрёмная. Маловероятно, что какие-нибудь крупные там саудовские принцы или эмиратовские богатые дядечки захотят спасать американские банки. Более того, они попытаются спасти свои деньги. И те, кто поумнее, видя, что такое происходит, уже от трех месяцев до полгода пытаются вытащить свои деньги из банка в США. Это происходит заметно. Вот то, что сейчас происходит, примерно рассчитывали, будет происходить только к осени этого года. По разным данным разных достаточно грамотных специалистов и экономистов. Да, я в этом не очень разбираюсь, но я им верю. То есть это должно было произойти, то, что сейчас происходит, только к осени этого года. Так как это стало происходить раньше, соответственно, система оказалась менее надежная. И сейчас ее все пытаются проверить на прочность. То есть все люди побежали, американцы, особенно бедные, особенно с небольшими деньгами, особенно в маленькие банки, и стали снимать деньги. И, соответственно, сейчас чисто теоретически начнет рушиться система и начнет падать американский доллар. Я это все рассказываю чисто по своей точке зрения, это как мне кажется, как мне видится. В этой ситуации рекомендую, как и обычно, почему это относится к нам. У нас канал, хоть и называется Серебромания, но большую часть на канале информации я всем рекомендую вкладывать в материальные ценности. Не бумаги, не доллары, не евро, не рубли, а именно серебро и золото. Это самые надежные долгосрочные активы. Если посмотреть, ну, самые богатые и перспективные люди в ближайшее время будут в Индии и в Китае. Посмотрите внимательно, там очень хорошее отношение к золоту и золото. Там мерило богатство. Вы можете посмотреть сами ролики всяких богатых индийских и китайских богачей, которые завалены реально золотом и именно золотом. Ну, наверное, серебром тоже завалены, но золото у них в предпочтении, да. Да, серебро мы называем младшим братом золота, поэтому и в серебро я тоже рекомендую вкладывать. Я еще напоследок добавлю, обвалился один из крупнейших, второй по величине швейцарский банк. Этот банк Credit Suisse. Этот банк, который выпускал золотые слитки в больших количествах. И это была такая визитная карточка Швейцарии. Самый надежный и крутой банк. Он выпускает золото, слитки и всегда считался самым классным, эталонным. У него на остатках было всегда 50% ликвидных денег и так далее. И он все равно обвалился. И теперь в интернете ходит такая шутка, что швейцарский банк сейчас больше похож не на швейцарские часы, а на швейцарский сыр. И то, и то в больших дырках. Я надеюсь, относительно подробно и толково рассказал про то, что мне кажется важно. Еще раз, кто хочет, просмотрите, прослушайте внимательно. Я, кажется, ситуацию понял и более подробно ее развернул. Мне оказалось сложно всякие графики, расчеты и цифры. А у меня вроде бы простое изложение. Я примерно так представляю, как падает банк. И как вот этот банк падал, который американский, который сейчас на прошлой неделе обвалился. Поэтому следите за развитием событий. И, как обычно, рекомендую обязательно подписаться на канал Серебрумания. На YouTube канал Серебрумания. Ну и еще мы открыли Telegram канал Серебрумания. Там тоже буду выкладывать разную интересную и актуальную информацию. А с вами был Анатолий Спраги, канал Серебрумания. Канал Серебрумания YouTube и канал Серебрумания Telegram. Ставьте лайки, оставляйте сообщения. И не забудьте подписаться на эти два канала. Субтитры сделал DimaTorzok